В Самару вернулся большой футбол. Февральские морозы и сильный ледяной ветер не стали помехой для преданных болельщиков крыльев советов, которые пришли поддержать команду на матч 1-4 финала Кубка России против московского «Динамо». В первом тайме волжане долго вкатывались в игру, позволяя белоголубым доминировать на всем периметре поля. Складывалось впечатление, что кадровые перестановки в межсезонье ударили по коллективу Осенькина. Но второй отрезок матча эти обманчивые впечатления опроверг. Уже на 47-й минуте аргентинский новичок Самарцев Бенхамин Гары начал голевую контратаку. Легионер передал мяч Рахмановичу, а мир сделал результативный пас на Владимира Писарского. Лучший бомбардир чемпионата России расстрелял владение Антона Шунина с близкого расстояния. Ветеран отечественного футбола не смог помочь своим партнерам. 1-0 в пользу хозяев поля. Под занавес встречи на 80-й минуте столичная команда сравняла счет усилиями Гладышева и Тюкавина. Сработали тактические перестановки Славиша-Якановича. Но тренерскую дуэль в этот вечер все-таки выиграл Игорь Осенькин, выпустивший на замену Александра Зуева, гол которого принес победу крыльям в первом поединке двухраундового противостояния с московским «Динамо». Как итог на табло 2-1 Самара празднует успех дома. Владимир Писарский, сменивший в трансферное окно Оренбургскую прописку на Самарскую, поделился впечатлениями от дебюта в коллективе Игоря Осенькина. Забивной форвард отметил, что команде пришлось нелегко из-за сильного мороза. Было тяжело, но все в равных условиях, правильно. Поэтому надо было адаптироваться, что мы и сделали. Полузащитник крыльев Александр Зуев, ставший автором победного гола, обратился к болельщикам Волжского клуба сразу после поединка. Спасибо болельщикам за шикарную поддержку. Даже когда еще я не забил гол, они очень тепло меня поприветствовали. Это придало мне силы и, может быть, поэтому так получилось, что я забил. За противостоянием с трибун Самарского стадиона следил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона лично поздравил спортсменов с удачным началом второй части сезона. Я всех вас благодарю. Хочу вам сказать, что сегодня вы подарили этот праздник защитникам нашего отечества. Это очень важно. Команда была, была игра. Несмотря на то, что был первый матч, это был не зимний футбол, а была достойная игра сразу. Победитель пары «Динамо» Крылья Советов определится по итогам двух матчей. Ответная встреча пройдет в Москве 1 марта. Стартовый свисток поединка 1-4 финала Кубка России по футболу прозвучит в 21.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События.